К чему привело строительство Крымского моста? Там тоже был умысел великий – показать всему миру миролюбие Российской Федерации. На Украине бесновались, что Крымский мост – это мост аннексий, демонстрирующий, что Крым русские не отдадут. Это верно, но на проект можно посмотреть и с другой стороны – на Виопской. Ведь Крымский мост имел реальное экономическое значение только в случае отсутствия контроля России над Перекопским перешейком. Таким образом, масштабные капиталовложения наглядно свидетельствовали об отсутствии дальнейших территориальных претензий к Украине. Прямо об отсутствии планов присоединения Херсонской и Запорожской области, а косвенно и планов присоединения территории Донецких республик. В этом смысле Крымский мост был символическим объектом, наглядно подтверждающим суть новиопской дипломатической формулы – Крым в обмен на Донбасс. И вот мост построен. Что дальше? А дальше оказалось, что он не нужен, потому что Российская Федерация тут же установила сухопутную связь с Крымом. В этом случае мост, конечно, вещь тоже полезная, но вопрос в соотношении усилий и полученного результата. Одно дело – гигантский мост, ведущий в политический анклав, и другое – гигантский мост, ведущий на свой же полуостров. Стоит ли выделке такая овчинка? Столь же внезапно выяснилось, что Керченская Панама швами наверх – вещь крайне уязвимая для военного поражения. Кто бы мог подумать? Так громоздкий дорогой чемодан из кожи гиппопотама, купленный для перевозки двух пар стиранных носков, превратился в чемодан без ручки, то есть вписанную торбу. Теперь проделайте водную процедуру, а затем разотрите тело сухим полотенцем.